В эфире канала России итоговая информационная программа о событиях недели. В студии Ашемес Пхешков. Доброе утро. В общественной палате Карачао-Черкесии обсудили эпидобстановку в республике с руководителем Министерства здравоохранения региона Казимом Шамановым. На встрече также присутствовали представители Роспотребнадзора. По словам министра, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе снижается и такая тенденция заметна по стране в целом. В связи с этим в регионе не наблюдается нехватки коечных мест в ковид-госпиталях. Он также подтвердил, что нехватки в медикаментах для лечения стационарных и амбулаторных больных нет. Между тем, в регионе продолжается массовая иммунизация. В настоящее время в республике действует 13 пунктов вакцинации, где отмечают высокую активность записи граждан на прививку. Обстановка в республике остается достаточно напряженной. Конечно, наметился небольшой спад. Но этот спад последние две недели идет по всей Российской Федерации. Если две недели назад у нас более 900 человек лежало в госпиталях, то на сегодняшний день 707 человек лежит у нас в госпиталях. Также количество коек для больных в ковид у нас остается пока без изменения. 1320 коек, но за счет того, что идет снижение, у нас увеличился резерв. Если тенденция эта будет устойчивая, то, конечно, мы будем часть коек переводить уже в общие койки для того, чтобы люди могли получать не только экстренную, но и плановую помощь во всех населенных пунктах нашей республики. Для лекарственного обеспечения на сегодняшний день в госпиталях у нас практически есть все препараты. Правда, создается иногда парадоксальная ситуация, когда у нас есть возможность, есть финансовые средства, но на фарм рынке России некоторые препараты в дефектуре ими со срочкой поставки. Это вот многие из вас слышали препараты Актемра и аналогичные препараты, также ряд препаратов для кроверазжижающих препаратов, которые также не все есть на фарм рынке. Но ситуация улучшается. Министерство промышленности Российской Федерации, которое занимается именно производством и обеспечением лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты, буквально за две недели в два раза увеличило выпуск продукции. И я думаю, что к концу января, начало февраля уже все проблемные вопросы будут сняты. У нас открыто 13 пунктов вакцинации. По мере поступления вакцины и по увеличению количества людей, которые будут прививаться, количество пунктов будет соответственно увеличиваться. Также создаются мобильные бригады. В случае надобности они все будут выезжать и проводить вакцинацию. На сегодняшний день в республике 1542 вакцины поступило. Из них уже более 1100 мы привили. Идет запись на вакцинацию у нас и в электронном через сайт госуслуг, на электронные адреса лечебных учреждений, на всех сайтах лечебных учреждений, на сайте Минздрава Карачаево-Черкесской республики. Указаны пункты, указаны контактные телефоны для обращения и записи на вакцинацию. Я думаю, что так же, как и по гриппу, мы смогли привить 60% населения. Вы видите, вот простой пример. Сейчас с гриппом у нас практически не высеивается грипп. ОРВИ, да. ОРЗ. А вот именно подтвержденный грипп, и не только у нас, и по всей России. Или коронавирус его, как бы, да. Или то, что вот такая массовая прививочная кампания по гриппу, то, что прошла, и более там, где-то в одних регионах более 50, у нас 60% населения привилось от гриппа. Это дало свои вот такие показательные результаты. Это мы, не то, что теорию сейчас я рассказываю, а все это мы видим сегодня на практике. Точно так же в плановом режиме пройдет прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Я думаю, такие же результаты мы и получим. Прямо сейчас реклама, позже мы продолжим выпуск. Роняем цены в конце сезона. Скидки до 50% на все. Шувы, пальто, куртки. Только до 15 февраля. Вятские меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на дистанционный день открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции на официальном сайте университета pgu.ru 13 февраля в 12.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Подробнее на сайте Федеральной налоговой службы России. www.nalog.ru На этой неделе республика простилась Джелемби Юсуфовичем Аджиевым, первым руководителем ГТРК Карачао-Черкесии. Именно он стоял у истоков создания радио и телевидения в Карачао-Черкесии. Около 40 лет Джелемби Юсуфович руководил коллективом нашей телерадиокомпании. Слова соболезнования родным и близким выражают руководство в ГТРК и коллектив ГТРК Карачао-Черкесии. О жизненном пути патриарха республиканского радио и телевидения расскажет Мурат Жанкёзов. Джелемби Аджиев послевоенные годы окончил Черкесское педучилище и исторический факультет Ставропольского пединститута. Занимал пост первого секретаря Адыгихабльского райкома в ЛКСМ, затем зав. отделом комитета партии. После непродолжительной работы в качестве зам. главного редактора газеты «Коммунизм Алашара» Джелемби Юсуфовича в 30 лет утверждает в должности председателя областного комитета по телевидению и радиовещанию. Именно при нём был заложен фундамент нынешнего дома радио, а позднее было создано первое республиканское телевидение. Особой гордостью Аджиева было то, что вещание ведётся на пяти языках субъекта образующих народов республики. Большая семья была, значит, телевидение, радио, значит, общей сложности. И при мне 168 человек работало. И многонациональный коллектив. Особенно, что вспоминается никакого склока, никакой, значит, разговоры о национальностях и так далее, значит, между собой всё не было. Как одна семья большая. Огромный талант, новаторство, верность профессиональным и жизненным принципам помогли Джилимби Аджиеву придать новый, живой и популярный формат региональному телевещанию. Изменить само представление о местном телевидении. Сделать его передовым участником масштабных перемен в обществе, где во главу угла всегда ставились самые обычные жители нашей республики. Рассказывать о людях труда. Да, о людях труда. О тех людях, которые решают те или большие. Да, все на каждом своем участке решали большие сложные задачи. Для коллектива ГТРК Карачаева-Черкесии Джилимби Аджиев был и останется примером настоящего профессионала, каким он должен быть увлеченным, упорным и настойчивым в достижении целей. Все, кто знал Джилимби Аджиева, отзываются о нем как о благородном и порядочном человеке. Его ответственность, чуткая, искренняя забота о людях навсегда оставили след в сердцах сотрудников компании. Мурат Жантьозов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. На этой неделе увековечили память заслуженному врачу Карачаевой Черкесии, доктору медицинских наук, неврологу высшей квалификационной категории, отличнику здравоохранения России, основателю первого сосудистого отделения в республике Мухаммеду Айсанову. Открытие мемориальной доски на здании республиканской больницы посетила наша съемочная группа. Альбина Ламкова продолжит тему. Он и заветно любил свою специальность. Без любви к специальности невозможно быть хорошим доктором. Он был профессионалом своего дела. Наверное, мало кто в республике не слышал о докторе Мухаммеде Айсанове. Он был верен своей профессии и данной клятве Гиппократа до последних дней. Работал заведующим отделения неврологии в республиканской больнице. В день открытия мемориальной доски звучало много слов благодарности доктору от коллег за его отношение к пациентам, о его добром сердце и профессионализме. Мухаммед Айсанов был трудоголиком с большой буквы. Он прошел большой путь в своей профессии. В 1977 году по окончанию Ставропольского мединститута приехал молодым врачом-интерном. В 1998 году он стал заведующим. И так проработал до 2011 года. В 2011 году в соответствии с преобразованием здравоохранения, открытием сосудистых центров, он стал первым заведующим первого отделения для лечения больных с инсультами, первого в республике, пока еще единственного регионального сосудистого центра. Мухаммед Хамзатович за годы своей работы воспитал не одно поколение врачей-неврологов. В республике, пожалуй, нет ни одного доктора этого профиля, который бы не проходил практику, стажировался или работал под его началом. И не только в Карачаево-Черкесии, но и далеко за ее пределами. И эти врачи зарекомендовали себя как хорошие специалисты. Мухаммед Хамзатович был не только уважаемым и авторитетным врачом. Он был прекрасным семьянином. И его дочь Диану Межанову тоже знают как хорошего, опытного врача-невролога. У него прекрасные дети. Сын стал известным юристом, а дочь работает в медицине. У нее четверо сыновей. Старший сын, внук Мухаммеда Хамзатовича, в этом году поступил также в мединститут. Рядом в спортивном комплексе «Спартак» приходил к нам и помогал даже спортсменам, нуждающимся в его помощи. Помимо основной работы, он многим людям помогал. Я просто горжусь, что у меня был такой брат. За всю свою жизнь, сколько я 40 лет его знал, я ни разу не слышал, что он с кем-то на поводчинках-танах разговаривал. Постоянно смеялся, улыбался. Интеллиент от души человек был, одевался с иголочки. Самым волнительным моментом на мероприятии стала церемония открытия мемориальной доски другу и коллеги, учителю и наставнику, ученому-человеку, который внес большой вклад в развитие здравоохранения республики, о котором будут всегда помнить с добротой. Альбина Ламкова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. На 1982 году ушел из жизни выдающийся карачаевский прозаик и драматург, народный писатель Карачаева-Черкесии, журналист, редактор отдела газеты «Карачаев» Белял Добаевич Апаев. О творческом пути писателя материали Мурат Жанкиозов. Первые произведения Беляла Апаева увидели свет на страницах Карачаевской газеты в 1958 году, а первая книга вышла в 1964-м под названием «Родине». Белял Добаевич – автор двух десятков книг и более 20 пьес. Его стихи и прозаические произведения стали первыми драматическими произведениями литераторов республики, которые переводились на русский язык и стали достоянием всесоюзного читателя во многих городах и селах огромной страны. Я играл и в сказках, и в комедиях, и в драмах. Вот он жил с театром вместе. Он не только был драматургом, он был писателем, поэтом. Он автор более 30 песен. Он сам на своей пьесе писал тексты песен и музыку песен писал. 81 театров в Советском Союзе поставили его пьесы, переведя на свой язык. 38 переводов на свой язык его пьесы перевели. Творческое наследие Апаева – это десятки пьес и стихотворений, рассказов, повестей и романов. Им создано около 30 песен и танцевальных мелодий. На его стихи писали музыку известные композиторы – Маджит Нагалиев, Марат Качкаров, Ибрагим Джабаев и другие. Он сам хорошо играл на струнных инструментах. Белял Апаев окончил Карачаевский госпединститут, окончил высшие литературные курсы и стал первым дипломированным драматургом. Все писатели наши, карачаевские, по крайней мере, начинали как поэты, кроме Хасана Апаева, классика нашей прозы. Я тоже стихи писал, старался, по крайней мере, писать. И книжка вышла, в сборниках вышли стихи. Потом прозу начал писать, рассказы, повести. Тоже вышли книги. И вдохновила на прозу вот эта первая любовь детективная, этот роман. Его очень хвалили. А после него «Три матери» – это трагедия. Несмотря на почтенные годы, Белял Апаев до последнего оставался в строю. Работал заведующим отделом культуры газеты «Карачай». Больше 10 лет был главным редактором международного журнала «Золотая площадь», который выходит на нескольких языках мира. Он был очень мягкий, добрый, никогда ни с кем не ссорился. Он делал свое дело. Я от имени Карачайского театра, Балкарского театра, да и всех людей, которые его знали, я искренние соболезнования приношу его близким и родным. Пусть земля будет ему пухом. Без сомнений, с уходом из жизни такого талантливого человека, карачаевская литература и журналистика понесли большую невосполнимую потерю. Память о Беляле Апаеве навсегда сохранится в сердцах благодарных зрителей и читателей. Мурат Шенкёзов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Роняем цены в конце сезона. Скидки до 50% на все. Шувы, пальто, куртки. Только до 15 февраля. Вятские меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на дистанционный день открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции на официальном сайте университета pgu.ru 13 февраля в 12.00. Уважаемые налогоплательщики! Управление Федеральной налоговой службы Покрачаевой Черкесской Республики уведомляет, что на территории Российской Федерации организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую технику. При расчете пользователь обязан выдавать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаге или в электронной форме по требованию покупателя. За нарушение законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники предусмотрена административная ответственность от 10 тысяч рублей до дисквалификации. Подробнее на сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru В Кисловодске в Нарзанной галерее на территории Национального парка в рамках проекта «Природа в зеркале культуры» впервые проходит персональная выставка семи узденовых, народное искусство карачаевцев и балкарцев, узорные войлочные ковры. В день открытия экспозиции заслуженным художником Карачаева-Черкесии Амином Узденовым встретилась шерифат Лепшокова. Амин, мне хочется поздравить вас с открытием столь замечательной выставки. Здесь выставлены по-своему уникальные работы. Карачаевские ковры, войлочные ковры – это старинный промысел, ставший уже искусством, и ваша работа этому свидетельства. Но я знаю, что все не так просто, иногда вам приходится затрачивать до года, чтобы изготовить какой-либо рисунок. Расскажите, как создаются ваши работы? И я знаю, что в этом участвует вся ваша семья. Как и любые творческие работы, для создания ковров нужна какой-то сплеск души, какое-то вдохновление, что-то такое. Ну, не знаю, поездка в горы, или где-то увидеть красивую вещь даже, пусть она очень будет маленькая. Эта вещь может так, или хорошая книга, допустим, вот тут есть ковры, которые копские ткани. И посмотрев ее, очень многое, добавив туда наши национальные орнаменты, и уже вот получаются новые шедевры. Или, допустим, в Курзуке мы с другом шли, ржавые ворота. Они так красиво поднялись краской и узорами, и так она красиво смотрелась. Мой друг говорит, посмотри, Амин, для твоего нового ковра, вот тебе, пожалуйста, новый узор. Или мы с ним идем в горах, он говорит, Амин, посмотри, под ногами твои ковры, говорит. Вот такой плоский красивый камень, камень в Джилусу. Вот этот председатель, бывший председатель Союза художников России, это Кисловодская организация, Урюпин Олег Константинович, к сожалению, мой близкий друг, к сожалению, его живых нету. Мы часто с ним ездили, он говорит, посмотри, какой мох, какой красивый, тона перехода зеленый переходит в серый, а с серого опять в зеленый, а потом это на все на таком сером камне. Вот тебе готовый коверок. Вот все вдохновляет, все красиво, все интересно, и какие-то новые общения с людьми, все имеет значение. Я знаю, что свой первый ковер вы изготовили очень давно, и помог вам в этом ваш отец. Расскажите, пожалуйста, подробно, как вообще все это было. В 2003 году была выставка Ставра полинародных художественных промыслов, туда приехал Юрий Жюльев в Союзе художников, к сожалению, его тоже живых нету, очень большой авторитет имел. Он обычно там где-то 100, больше 200 представителей было разных искусств, разных, разных мест, и около наших дипломных работ в Карачайске он остановился, и минут 15 он уделил вот это, вот это народное искусство, вот это надо подумать. На этой выставке были представлены фарфоровые работы. Мы по сегодняшний день три брата занимаемся производством фарфора. На этой выставке нам вот Жюльев, говорит, такую большую цену дал этим коврам. И мои друзья говорят, давайте, давай, Амин, занимайся вот это твое, это твое родное. И можно сказать, на второй день пришел домой, мама, отца, отец, говорит, отец до последних своих дней с хорошей памятью был. Говорит, я видел, как мать делала, и как ей помогали 3-4 женщины. Он вот так просто и четко рассказывал, он все доступно рассказывал. У матери была шерсть уже мытая для приданного своей дочке, для матраса. Она говорит, бери, Амин, сколько хочешь, делай, что хочешь. Я сделал первый ковер, 23-24 года, спина заболела. На столе это сделал, спина заболела. Думаю, сколько она будет болеть, неизвестно. Я ее помыл обратной стороной кровати и на ту нерабочую сторону лег. И утром как будто, ну, может, совпало, я не знаю, может, что. В общем, к утру уже все хорошо и болезни нет. Вот. Первый ковер вот так начался. Я знаю, что в этом участвует еще вся ваша семья, да? Не только вы так первый ковер, но потом подключились ваша супруга и даже дети. Вот расскажите об этом. У нас мастерская и мастерскую, когда я иду, естественно, приходили со мной и дети, и жена. Так получилось, жена тоже какие-то супруга ковры делает. Ну, и где-то штук 20 ковров разных делались. Я говорю, давай покажем кому-нибудь. Она говорит, нет, 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 не надо. Ну, в очередной раз ко мне приехали гости мои. Я всегда общаюсь, приезжают с Москвы мои художники, коллеги. Я им покажу, а это что за куча, ну, свернутые в углу, говорят. Я говорю, это супруги работы, говорят. А ну, покажи, мы посмотрим на них тоже. Ну, и развернул, показал, развернул. Да ты что, они, говорят, лучше тебя делают. А ты что, боишься? Ну, давай ее на всероссийскую выставку молодежную. В общем, и вот губернатора стипендию получила. Потом Министерство культуры России стипендию дали. Ковры ее понравились. В общем, Союз художников взяли. После этого вот это все. Ну, естественно, дети тоже давали. И мы тоже делаем свои. Самая интересная работа в их маленьком возрасте были. Давай мы быстро. И быстро-быстро делали. Вот одна из работ старшего сына попала, значит, на межрегиональную выставку среди детей в юге России. И заняла второе место. Также мы в Турции были, вот с мальчиками в Турции были в 2016 году. Мы там представляли, значит, Россию и карачаево-балкарский народ. И там показали изобретение из войлока. Изобретение из войлока, то есть новшества. Амин, вы выполняете большую работу по возрождению практически утерянных рисунков. Расскажите об этом. Как вам удается это делать? Это есть джилочки. Он, пойдемте, я вам покажу. Он был полностью, можно сказать, потерянный. Ближайшие образцы по книгам я узнавал. Были в Грузии и Санкт-Петербурге. Музей народных искусств. Или такой большой музей в Санкт-Петербурге есть. И мы долго-долго искали его. Здесь очень не хотелось далеко ехать. И нашли в Тернаузе, в Кабардино-Балкаре, в Тернаузе, в этнографическом музее. И сфотографировав узор, саму бахрому, увеличив его на телефоне, мы иголкой считали, где какие петли, куда что идет. И выяснили, что это делалось плетением на дощечках. То есть крутили и тесму для одежды, и тесму для одежды, и тесма с бахромой. Вот тут уникальность заключается в том, что вот здесь бахрома идет сразу ткаться на дощечке, сразу же с тесмой вместе. Она соткана. Тесма вокруг этого ковра отдельно. А бахрома с тесмой вместе ткаться. Это искусство полностью потеряно. Вот супруга этому научилась. Нам очень много друзей помогли. Из Кабардино-Балкарии, Балкарцы, Карачаева, Черкесии. В общем, очень много людей помогли. И мы все вместе, иголкой, можно сказать, тыкая под микроскопом, это все воссоздали. Это уникальная вещь. Можно сказать, полностью потеряно. Полностью потеряно. И на сегодняшний день, я думаю, что кроме этого ковра, джигачки из-за, вообще он был, его размер тогда был метр пятьдесят на семь метров. Но мы не решились на такой большой, первый решили вот такой небольшой, где-то восемьдесят на метр сделать. Но я знаю, что вы делаете еще и другие виды ковров, войлочных, да? Расскажите об этом. Ну, я так как закончил в университет Карачаева-Черкесский, в Мара, Ляшевича, Алиева, значит, дипломная работа у меня была по живописи. И у меня где-то пятьдесят цветов шерсти, цветной шерсти. И эти вот пятьдесят цветов шерсти работаем как живописи с красками. То есть на полочке они, каждая, все цвета и палитра, а даже от цвета желтого к темно-желтому, и пошли все цвета, раз-раз берешь и накидываешь. Только единственное, если вдруг полил горячей водой и скатал ковер, если вдруг не так легли цвета, значит, уже его не исправишь. Вот единственный минус. В живописи можно красками взять и исправить, где-то что-то доделать, здесь уже не исправишь. Заниматься войлочным искусством – это, скорее, подвижнический труд. Заработать на этом непросто. Но что вас заставляет тратить свои силы, энергию, время? В начале пути, вы знаете, это еще не женаты, очень много было времени. И когда мои друзья говорили, аминь, занимайся одним делом. Если фарфор, то фарфор. А я и фарфор, и фотографировали, и кизы, и то все, как бы на все время уходил. Потом я замечаю, то есть уже женившись, дети, все, замечаю, что времени не хватает, где-то денег не хватает, где-то не успевает физически, морально, все не хватает. И думаю, вот это, наверное, в последний раз больше не буду выставку делать. И все забросил, все киз, ничего. И Всевышний вот таких людей отправляет, с которыми я считаюсь, знаете, два-три человека, говорит, а это, говорит, аминь, ты не бросай, скоро это поймут, и тебе надо. Потом, как будто они договорились между собой. Один в Ставрополье, министры работают, другой, там, Карачаевский, третий, Кисловский, они как будто договорились, ты не бросай, одинаково говорят, ты не бросай, ты взял ответственность за двое народа. Ну ладно, еще чуть-чуть продолжается. Последняя выставка в Черкесске была. Я говорю, все, точно не буду. Все, теперь бросил, потому что, ну, время отнимает долго, все уже желание есть, но время очень много уходит. А потом этот мой друг, там, Рашид Хатуй, он говорит, аминь, если ты уже взялся, ты уже все, попал, говорит, ты уже никуда не уйдешь, ты чуть-чуть отдохнешь. Карачаево-Балкарская бурка была. Вот мечта теперь ее сделать. Именно, чтобы сделать самую качественную бурку, нужна осенняя стрижка шерсти. И надо выбрать самые темные, не выцветшие на солнце шерсть овец и сделать у нее шерсть. То есть, Карачаево-Балкарская бурка без человека сама стояла. То есть, одна из больших, вот в этом я убедился, когда мне друзья подарили бурку с Хурзука, и я ее, по-моему, поставил, она была вся съедена морю, и она сама по себе стояла, я был удивлен. То есть, в некоторых случаях, в некоторых случаях бурка не пробивала пуля, не резала сабля. Не резала сабля. Этому служила, значит, из конского грибы. Между шерстью ставили конскую грибу. Где-то в некоторых местах предплечья ставили хрящи животных. Вот, и плечи сотканы таким уникальным швом. Таким уникальным швом, что... И вот еще мы, его эта старинная бурка есть, мы еще дальше, до конца еще не разобрались. Вот, в общем, мечтаю вот эту бурку сделать. Ну что ж, спасибо вам за интервью. Вам спасибо. 140 километров навстречу ветру и победам. В Архызе завершился чемпионат России по горнолыжному спорту. В первый день был разыгран титул чемпиона России по скоростному спуску и определен победитель первенства России по той же дисциплине. Фатима Даурова о предельных скоростях на архызских трассах. Прямо сейчас на главной трассе проходят соревнования, где спортсмены борются за золотую медаль. Они станут чемпионами России, выиграв эту медаль. Ну а параллельно с ними обычные отдыхающие тоже готовятся к своему спуску. То есть ни одна трасса не пострадала, все работает в штатном режиме, а чемпионат идет своим ходом. Почти вся горнолыжная география России сегодня представлена на чемпионате. Участники приехали из всех самых горнолыжных регионов страны. Камчатки, Мурманска, Сахалина, Магадана, Москвы и Санкт-Петербурга. Спортсмены соревнуются на специальных трассах. Их подготовка к соревнованиям шла в течение месяца. Требования по качеству снежного покрова иные, чем для любительского катания. Снег должен быть намного плотнее, чем на туристических трассах. Современная система искусственного снижения курорта во многом обеспечила нужные технические характеристики. Система безопасности предусматривает 9 километров специальных переносных сетей, выставленных по границам трассы. Плотный снег, практически ледяная корка на снеге должна быть. Сетки должны стоять, безопасности, маты в очень большом объеме. Неравномерно идет все. Тут есть и повороты, и есть и перегибы. Есть даже чуть выше финиша. Отрыв, когда на высокой скорости туристы, спортсмены едут, они отрываются и до 20-30 метров пролетают просто по воздуху. За золотые медали боролись более 80 горнолыжников. Среди них члены сборной команды России, а также молодые спортсмены, которые только претендуют на включение в нее. Победа станет для них путевкой в сборную России. Среди основных претендентов на высокий результат – мастера спорта, победители и призеры международных соревнований по горнолыжному спорту. И у каждого свой настрой на победу. Уже все распределили свои места. Первое, второе, третье. Я вот думаю, надо вмешаться. Настрой хороший. Ну, боевой, как всегда. Четыре года назад я здесь победил на чемпионате России. Затем у меня был большой перерыв, и я только в этом сезоне решил вернуться снова в спорт. Так что не знаю, посмотрим. Пока все сложно. Пилоты спицкинга, покоряя трассу, соревнуются за самые высокие показатели скорости. Каждый результат суди заносят сразу же в специальную таблицу. Сегодня же быстрее всех среди мужчин оказался спортсмен-юниор из далекой Сахалинской области Александр Михайлов. 19-летний горнолыжник одновременно завоевал титул чемпиона по скоростному спуску и стал победителем первенства. Среди женщин победу в чемпионате одержала Александра Прокопьева из Московской области. А вот первое место на пьедестале первенства досталось молодой спортсменке из Камчатского края Софи Вериной. Эмоции меня переполняют через края, потому что это моя первая победа. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Я буду стараться дальше выигрывать. Завтра еще тоже соревнования, тоже первенство, тоже чемпионат. Тоже самое. Буду стараться. Условия здесь хорошие, мне очень понравились эти. Прям замечательно подготовили, хорошо трасс. Архез не случайно был выбран местом для проведения соревнований такого уровня. Горнолыжный мир знает о преимуществах трасс и климата нашего региона. Мы уже здесь не впервые, мы уже несколько лет назад проводили здесь соревнования. Были очень положительные отзывы. И когда мы обратились к руководству республики и курорты Северного Кавказа, нас поддержали, и мы здесь проводим соревнования. Здесь очень хорошие условия, великолепная погода. Для нашей республики, естественно, это попарализация горнолыжного спорта, это привлечение людей к занятию спортом, к витами, здорового образа жизни. Тем более такие соревнования проходят в таких шикарных, красивых местах. Поэтому это влечет и зрителей, и туристов, и самих любителей заниматься спортом. Завтра соревнования продолжатся гонкой суперкомбинации у женщин в рамках чемпионата и первенства России. А у мужчин пройдет гонка в супергиганте. Фатима Даурова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево, Черкесия, Романтик. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание, и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. До встречи, до завтра. Субтитры подогнал «Симон»!